Всем привет! Это Чайка, YouTube-канал Чайка. Репортаж не журналиста. В первую очередь подписка, комментарий и лайк. Это прям суперобязательно. А мы с вами находимся в Дагуфтлсе, у Ледус Халла. 11 мая, суббота и чемпионат мира по хоккею. И сегодня у нас первая игра с Польшей. Да. Узнаем, какие настроения у наших горожан. Есть ли надежда на повторение прошлогоднего успеха или все-таки менее оптимистичные взгляды на нашу сборную по хоккею? Ну что, я не допустил ни одной ошибки, а это значит, что сегодняшний репортаж будет особенным. Ну что, погнали! В каком возрасте можно попасть в сборную Латвии? Ну, первые сборные начинаются такие, предварительно, с У-16. А, то есть ты же сборная. Ну, у них никакого чемпионата нету, так, уже какие-то игры. В этом году у нас спитаник ездил на сбор туда, просто у них там сбор был. У-15 ребята, которых 9-го года, у нас в Латвии есть такая программа, как это Талант Истелс, у нас программа. Вот там наши ребята тоже были, и 4 человека. Вы же наши местные долгопилские фанаты. Да, да, правильно. Отлично. А как у вас внутри сходится, что вы же долгопилские фанаты, а это, ну, не совсем долгопилская команда? Ну, долгопилская команда. И это радует, да. Был такой эффект в прошлом году, когда даже люди, которые особо не интересовались хоккеем, вдруг, типа, блин, мы крутые в хоккее, теперь мы смотрим за хоккей. Вы из вот этих вот людей? Или вы в целом болели? Вы из тех, которые знали, а были из тех, которые не знали. Ну, вот вы конкретно. Больше половины знала, больше половины просто за компанию. Больше половины, это 3 из вас, получается. Да? Ну, вас же четверо. Есть среди наших такие, которые, вот, кажется, что они в будущем смотрелись бы в сборную? Ну, есть, ребята, есть, конечно, есть. И хочется верить, что они там будут. Ты пришел, ну, болеть за наших? Конечно. А сам хоккеем занимаешься? Да? Да. Серьезно? Я хоккейный судья, рефери. Серьезно? Да. Абсолютно. А со скольки лет там берут? Желательно, конечно, приходить, чем раньше. У нас есть ребята, которые уже в 3 года. Рейфы? Нет. Хоккеисты. На какой вид спорта ты больше всего как бы ориентируешься? Когда болеешь за ладгой? Ну, хоккей. А баскетбол? Ответ уже как бы... Не, ну, когда... Когда есть, тогда смотрю. Но если больше всего, то за хоккей. А почему? Я не знаю. Ну, уже я помню с детства. Я как начала, ну, вместе с папой и так смотреть хоккей. Так я и до сих пор это делаю. Долговпилский хоккей, он вот на уровне Латвии считается вот какой? Смотрите, у нас в этом году у 13 третье в Латвии стали. У 16 мы в финал проиграли вторые стали, но в регулярку выиграли. У 16, это что, у 16 лет в смысле? До 16 лет. Вот сейчас у 15 мы завтра едем в финал. Первая игра в Риге. Да, ну вот у 16 играли в финале, а сейчас у 15. Ну и так, в принципе, вот по подходящей дальше молодежи, там, у 12, у 11, есть хорошие кадры, есть хорошие с чего лепить. Сегодняшняя игра должна быть победа, 100%, потому что Польша довольно слабая команда. А как отбирают, типа, рефери? Ну, любой может игрок стать рефери. Да. Или может и не игрок стать, смотря, чтобы он катался, физическая у него была хорошая подготовка. Слушай, вот, расскажи про это. А, ну, хоккей же, это ни для кого не секрет, что там бывают стычки на льду, и это даже, типа, в самой игре это допустимо. Да. И я забыл, что хотел спросить. Свара, свара, Латвия! Ну, господинские хоккеисты в нашей сборной Латвии нету, есть? Ну, сейчас нету, нет. Ну, а когда в последний раз были? На чемпионате мира, что были, я не помню. Вот, Эрик Шевченко играл на чемпионате мира или не играл, но в кандидатах он был, 100%. Потом у 18 ребята попадали у нас были. Влад Барковский такой, Эдгар Петров играли. Там еще, может, могу кого-то забыть, чтобы не обиделись. Латвия! 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 Местную копию, Сайюту, что вот, да, все болеют, сразу так поднимаются. Как думаешь, мы победим? Конечно. Сможем мы повторить прошлогодний успех или переплюнуть даже? Ну, я верю, что можем повторить, но переплюнуть, я думаю, не получится, но повторить можно пробовать. Как ты оцениваешь в целом нашу сборную в этом составе, вот на эту игру? Слушай, я вообще каждый год оцениваю нашу сборную с очень позитивной стороны. Сам процесс отбора и сами количество игроков профессиональных в нашей сборной, ну, по сравнению с Канадой, с Америкой, с большими странами, он небольшой. И ребята выбирают, которые, ну, действительно стараются института мира, особенно в прошлом году, которые дали результат. Да, наверное, глупо надеяться, что у нас сейчас каждый год так будет, но я знаю одно, что у нас будет боевая команда с хорошим тренером, которая будет каждую игру отдаваться на полную. Ну и как тебе прошлогодний успех вообще? Людям это принесло счастье, это было прекрасно, это было главное. Команды молодцы, стараются, растут. Они медийно тоже поднялись, можно заметить, так что, конечно, это привлекло людей, люди стали ходить. Да, Гуфпилс в плане хоккея развила, может, не слишком, а в плане болельщиков, да, это развила. Ну, Латвия должна побеждать. Хотя, знаете, как мы тоже, если так забежать, мы играем в Карпатской лиге, там, где много польских команд. И в Польше хороший акцент сейчас идет на развитие хоккея, да. Хорошая лига сама по себе, и эти ребята, кто там будет играть, да, они играют весь сезон в хороший хоккей. Ну, по крайней мере, ну, пока, я думаю, до Латвии они все равно не дотягивают, да. Но они будут все равно бороться, биться. Такие противные хоккеисты, которые всегда впереди тебя, будут бежать, стараться, цеплять, что-то делать. Хоккея вещь непредсказуемая, все может решиться и на последних секундах, но я надеюсь, ребята подготовились. Я вот прочитал, что Шивова не будет. У него плей-офф, он играет в НХЛ. Потому что в НХЛ, да? А такое часто случается с хоккеистами, что они не попадают? Ну, смотри, да, каждый год. Это очень важная игра, потому что у нас есть игры со шведами, с Америкой, с немцами. И нам надо со Словакией мы будем играть, так что желательно набирать очки, чтобы выходить дальше по турнирным. Это бизнесный фон. Смотри, чемпионат мира, он обычно май, да? А в мае это второй раунд, первый раунд плей-оффа НХЛ. И те хоккеисты, которые играют в НХЛ, они, естественно, их не отпускают на чемпионат мира. У нас таких два, кстати, и они оба в одной команде. Теодор Блюгер и Шилов. Это большая трагедия для нашей команды? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у нас всегда был самый сильный состав, из которого возможно выбрать, да? Но, опять же, если брать, это шанс кому-то другому проявить себя. Ну, и опять же, порадоваться Латвии за наших хоккеистов на лучшем уровне тоже приятно. Хотим, чтобы Латвия бы выиграла. Да, мы все хотим. Мы победили. Это было непросто. Ни с первого ранга, ни в первом таве, ни во втором, ни в третьем. Все время казалось, что мы проиграем. Но все-таки мы победили. Я думаю, что это благодаря городу Дагуфилс, который здесь очень шумно и громко болел за нашу сборную. Поэтому подписываемся, ставим комментарий и приходим на каждую игру около Ледус Халла. Ютуб-канал Чайка, суббота, 11 мая, Дагуфилс, Латвия победила Польшу. Пау!